Здравствуйте! Невская сельская библиотека района Биржансал, библиотекарь Хасенова Сануваш Базарбаевна. Абайхунанбаев, слова назидания, тридцатое слово. Подобно тому, как на сорока клячах не одолеешь даже одного холма, так и на пустом бахвальстве далеко не уедешь. Да и к чему бахвальство людям? На что оно пригодно? У хвостунов нет совести и чувства собственного достоинства, способностей к большим делам и высоких помыслов. Не найдешь у них ни решимости борца-силача, ни мужества батыра, ни человечности. Ах, оставьте! Отмахиваются они от советов. Зачем вы говорите мне о других? Еще увидим, кто кого лучше и чья голова будет приторочена к седлу. Может быть, я кому-то обязан своим успехом? Может, кто-нибудь кладет в мой котел мясо или дает мне дойный скот? Или в вступлении, побивая себя в грудь, раскачиваясь из стороны в сторону? Что мне? Жаль своей жизни? Да будь я проклят, если так. Ради этого дела я готов идти на расстрел или быть сосланным. Смерть ведь одна, ее не миновать. Встречали ли вы казаха, способного отвечать за подобные свои слова? Я не видел казаха, который признался бы, что смирился перед неизбежностью смерти или способен достойно погибнуть. Все только тычут пальцами в свой маленький кадык и грозятся. Зарежусь и баста. Если бы один выполнил эту угрозу, люди удивились бы решимостью глупца. Но что можно сказать о людях, которые не знают, где спрятаться, когда приходит беда? О тех, кто надеются убедить окружающих напускным надрывным криком, рассчитывая на наивных и желает добиться о себе таких слов. Оставьте этого нечестивца в покое, как бы он и вправду не наделал делов. О, Аллах! Разве по человеку не видно его душевной щедрости? Если таковой он обладает. Верность к клятве, бескорыстность и другие добрые качества. А тут мы имеем дело с бесчестным и бессовестным пустомелий, о котором говорят. Бестыжему лицу даны неугомонные скулы.